По проекту реконструкции основного здания цирка изменения практически не коснутся. Укрепят только несущие конструкции и обновят фасад. Он будет оранжевого цвета, при этом крыша в виде кепки клоуна сохранится. На парадной стороне цирка появится большое витражное стекло. Его защитит решетка из поликарбонатных трубок. Это зданию позволит не перегреваться. Данное решение, на мой взгляд, придает некую легкость фасаду. И особенно этот эффект выразительно в ночное время за счет подсветки. На месте административно-бытового комплекса, расположенного за основным зданием, появятся два других. На первом этаже расположатся склады. На втором будут жить звери. Здесь же организуют репетиционный манеж. Последний этаж займут гимнастические и хореографические залы. Это здание соединят переходом с административно-бытовым блоком. На первом этаже которого разместится администрация, со второго по четвертый – гостиничные номера. На нижнем уровне и втором разместить администрацию. Выше непосредственно уже номера для артистов, которые также являются и их примерными. Сколько номеров? Номеров сколько? Да. 60. 60 номеров на 80 мест. 60. Сегодня на сколько? Сегодня, по-моему, порядка 25. Чтобы зрителям было комфортнее, проектировщики предлагают увеличить ширину кресел в зале. Поэтому количество посадочных мест уменьшится с 2200 до 1800. Какие будут кресла нам, надо показать обязательно. Понимать, что это кресло должно быть хорошее, устраивающее любое. Ну, скажем, и любителей цифры, и в том числе, если будут какие-то другие мероприятия. Стоимость работ составит почти 750 миллионов рублей. Проект должен пройти все экспертизы к 1 августа 2016 года. Деньги из Федерального министерства культуры поступят в 2017 году. Глава региона Николай Меркушкин отметил, реконструкция должна начаться уже в этом году. Для этого область выделит средства. Надо ускоряться. Чемпионат мира. Вопрос на кору. 100 миллионов мы определим для того, чтобы в этом году начались все работы. Завершить все работы подрядчики должны к началу 2018 года. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События.